Всем привет! Для художников настали нелегкие времена, и хоть и раньше художественные материалы стоили очень дорого, сейчас они стоят еще дороже. Поэтому в этом ролике я буду сравнивать между собой бюджетные марки. И хочу напомнить, что так как на ютубе отсутствует монетизация, вы можете помочь мне покупкой моего мерча. Теперь помимо украшений доступны очень милые новогодние наборчики с лимитированными открытками, свечами ручной работы, которые сделаны мной, и чаем разных вкусов. Вот этот, например, очень классно пахнет корицей. Приобретая мерч, вы помогаете жить моему каналу и дальше. Все подробности вы найдете по ссылке внизу в описании. Итак, сегодня я буду сравнивать сухие пастельные мелки. И первая марка это Виста Артиста. И это единственные мелки, которые находятся в пластиковой коробке. Я, если честно, вижу такое впервые. Второй портретный набор от Гамма. И он выглядит классическим, в обычной картонной коробке. И еще внутри я нашла брошюрку с другими наборами из этой же коллекции. И, пожалуй, на первый взгляд эти мелки выглядят самыми приятными. То есть они красивые именно визуально. Да и палитра, на первый взгляд, тоже очень даже неплохая. Особенно, если мы будем учитывать, что это портретный набор. Ну и третьи мелки это Кахенор. Это не совсем портретный набор. Он создан для других целей. Но мне показалось, что, в принципе, он сойдет и как портретный. Для начала давайте сравним мелки. Они, конечно же, не одинаковые. Например, мелок от Виста Артиста очень-очень маленький. Но зато квадратной формы. Лично я очень люблю квадратные мелки. Мне кажется, они удобнее. Мелок из набора Гамма выглядит потрясающе. Как я уже и сказала ранее. На мой взгляд, очень стильно. Ну и мелок от Кахенор. Он, к сожалению, кругленький. Но все равно выглядит довольно-таки достойно. А еще он самый большой из всех трех наборов. И обратите внимание, что мелок от Виста Артиста, самый первый, он не белый. Потому что, к сожалению, белого нет вообще в наборе. И сразу стоит заметить, что это странно. Итак, по порядку. Для начала хочу проанализировать палитру от Виста Артиста. Самое первое, это, конечно же, отсутствие белого. Но у нас есть очень светлые мелки. Один холодненький в розовую сторону, другой тепленький, желтоватый. И, в принципе, ну, казалось бы, что они вполне могут белые заменить. Так что, тут пока что претензий никаких. Два серых, практически одинаковых. Совсем чуть-чуть отличаются по теплотемп. Не совсем понимаю, зачем в портретном наборе два серых одного тона. То есть, они даже не делятся на светло-серый и темно-серый. Они практически одинаковые. Зеленый и голубой, это, конечно же, плюс. Можно использовать и для рефлексов, и для фона. И менять цвет глаз, волос и так далее. В портретных наборах, я считаю, всегда должны быть какие-то яркие оттенки. По типу синих, зеленых и фиолетовых. Парочку рыженьких, очень теплых. Несколько очень светлых. Красный и желтый. То есть, на первый взгляд, палитра, в принципе, неплохая. К ней есть вопросы, но с этими оттенками можно работать. А теперь о грустном. Если бы точнее, про саму текстуру этого мелка. Но начну с того, что, конечно же, они безумно-безумно твердые. Что, в принципе, обычно и стоит ожидать от бюджетных мелков. Мягкими они, к сожалению, не бывают практически никогда. И сразу же, сходу, моим главным разочарованием стали, конечно же, светлые оттенки. Я хотела положить их в основу. Тот самый розовенький и слегка желтоватый цвет, который вместо белых в этом наборе. И проблема в том, что у них вообще нет цвета. Вообще. И суть не в том, что они светлые на светлой бумаге. А суть в том, что они ничего не оставляют на этой бумаге. Они настолько твердые, что за бумагу просто нечему зацепиться. И это при том, что я рисую на бумаге для пастели. На специальной бумаге от Фабриана. То есть, это не то, чтобы дешевая бумага. Она довольно-таки дорогая. И, по идее, любая пастель должна ложиться на нее хорошо. Но не светлые оттенки от Виста Артиста. Желтые и оранжевые уже немножко лучше. Я думаю, вам это видно. Да, трудно. Да, царапают бумагу. Но, в принципе, если очень сильно постараться, цвет из них выбить можно. И это, в принципе, неудивительно. Потому что рыжие, коричневые и желтые оттенки, они самые мягкие и насыщенные в любых художественных материалах. Но это просто как бы особенность производства. Тут вопрос в пигментах. И если уж желтые и коричневые были бы твердые, как камень, то тогда вообще было бы очень много вопросов к производителям. Изумрудный цвет ожидаемо очень-очень плох. Потому что во всех бюджетных наборах он плох. Темно-синие и темно-зеленые – это всегда самые твердые и самые худшие мелки. Однако, оливковый зеленый, который идет в теплую сторону, в котором имеются какие-то желтые пигменты, он гораздо-гораздо лучше. Хотя, опять же, он, конечно, тоже не мягкий. Но в сравнении с ним можно работать. Когда видишь эту палитру впервые, думаешь, ну да, вроде портретная, да, выглядит неплохо. Но потом, когда ты начинаешь рисовать, ты понимаешь, насколько она вообще скудная. Я не понимаю, для чего эти два серых. Почему все оттенки кожи такие желтые? Где темно-коричневый? В каждом портретном наборе должен быть темно-коричневый и, желательно, и теплый, и холодный. Здесь у нас есть только насыщенный рыжий. И как бы, какими оттенками вы мне прикажете делать какие-то глубокие тени, если они у меня есть? Смешивать изумрудный с рыжим? Ну так вы этот изумрудный еще попробуйте наслоить. У вас, скорее всего, ничего не получится. Спасением стал как раз-таки этот зеленый оливковый оттенок. Им я хоть как-то смогла кое-где положить какие-то тени и рефлексы, но все равно это очень-очень скудно, это очень неудобно. Какие-то странные оттенки, очень рыжие, нет белого, но почему-то два абсолютно не рисующих очень твердых светло-розовых и желтых оттенка. Короче говоря, палитра приятная только на первый взгляд. Но на деле, если вы начнете работать с ней, вы очень быстро поймете, что вам не хватает очень большого количества оттенков. Хотя, это 12 мелков. И если грамотно составить палитру, 12 мелков для создания любого портрета вам будет просто выше крыши. Это я вам говорю как пастельный портретист. Больше, в принципе, и не нужно. Но, на мой взгляд, палитра в этом наборе составлена неграмотно. Ощущение, что ни один портретист ее не протестировал. Мне вот вообще интересно, как создаются эти наборы. Они же, наверное, создаются при участии художников. Как-то вот они же распределяют эти оттенки. Вот кто-то из художников пробовал этой палитрой рисовать. Неужели их все устроило? Как вообще эти оттенки согласовываются? Мне лично непонятно. Далее палитра от Гамма. И, на мой взгляд, этот набор самый красивенький, аккуратненький. И палитра тоже, на первый взгляд, очень приятна. Но давайте рассмотрим ее поближе. Итак, первое, что бросается в глаза. Есть черный мелок. Это хорошо. Да, это табу для портретиста. Да и вообще, для человека, связанного с любыми художествами. У нас табу на черный цвет. Но я его очень ценю. И мне он нужен всегда. Я считаю, что он не менее важен, чем белый цвет. В каждом наборе должен быть белый мелок и черный мелок. Это сугубо мое личное мнение. Портретные и красивые наборы есть. Есть холодненькие, телесные, базовые, как раз таки второй мелочек. Есть оттенки коралловые, тепло-розовые. Есть похолоднее. То есть, тут есть чем нарисовать румяшки, капилляры на носу, например. Я считаю, что розовые и красные оттенки это очень важно. Помимо всяких желтых и коричневых, они обязательно в портретном наборе должны быть. Но и светлые тоже имеются. Помимо белого, есть еще два оттенка. Один такой в лимонную сторону, другой потеплее. Очень-очень светлые бежевые. Также очень хорошо, что есть светло-голубой и опять же оливковый оттенок, зелененький. На первый взгляд отлично, но тоже есть свои нюансы. Лично в моей вселенной ни один портрет не рисуется без холодного темно-коричневого оттенка. Я крайне редко использую черный в портретах, если это не цвет волос и не какие-то очень агрессивные тени. Но в основном я использую темно-коричневый. И это обязательный цвет. Вам нужен он в ноздрях, в волосах, в глазах. Если какой-то контраст на лице, то тем более. Я не знаю, как можно в портрете обходиться без холодного темно-коричневого цвета. Ну и желательно, чтобы теплый тоже был, как я и сказала ранее. Но тут нет ни одного, ни другого. И по сути самый темный, который у нас имеется, это черный и такой насыщенный терракотовый красно-рыжий оттенок, кирпичный. Отсутствие темно-коричневых это, конечно, плохо. Это упущение, я считаю. Но здесь уже получше, чем у Вистартиста. Здесь мы хотя бы можем работать с терракотовым, черным, зеленым. То есть, в принципе, тенюшки какие-то приличного оттенка без грязи можно намешать. Ну и повторюсь, спасибо за розовенькие оттенки светлые. Они определенно точно нужны. И тот, который вот второй под черным цветом, он выглядит практически серым. Но на самом деле, если приложить его к руке, он больше всех похож именно на наш цвет. То есть, мы же не рыжий, не оранжевый. Телесный цвет в нашем понимании. Он обычно не совсем телесный. То есть, он не подходит к нашей коже. У нас кожа, она практически зеленая. И вот этот цвет, именно серо-зеленоватый, он очень похож на натуральный нюд, так скажем. Поэтому, как основа для портрета, он подойдет замечательно. Но опять же, например, а есть ли здесь какое-то богатство для того, чтобы создать темную кожу? Еще одна довольно-таки скудная палитра. Но уже лучше, чем виста артиста. Уже сильно лучше. И лучше не только палитра, но и текстура самого мелка. Вы сами можете заметить. В конце я вам покажу все три работы тремя разными брендами. И вы убедитесь и посмотрите, как это выглядит. Вы увидите текстуру, вы увидите яркость. И поймете, что мягкость у мелков действительно разная. Так вот, здесь уже гораздо-гораздо лучше. Мелки довольно-таки мягкие. Вполне. Я даже была удивлена. Пигментация у них не очень, если честно. То есть, их нужно прямо в пять слоев елозить для того, чтобы получить плотность цвета. Но они хотя бы рассыпаются и не царапают бумагу. За это уже можно поставить плюс. И еще меня удивило то, что все мелки плюс-минус одной мягкости. Я очень часто поднимаю эту тему, да, что мягкость, как и плотность в красках, там, всяких акриловых, гуашевых и так далее, зависит от пигмента, да, от состава. И вот, как правило, во всех художественных материалах какие-то оттенки более плотные или, допустим, мягкие, а другие более прозрачные или, допустим, твердые. Потому что желтый охристый оттенок, он всегда будет мягче, чем голубенький. А в этом наборе они плюс-минус одинаковые мягкости. Но с таким набором изображение получится очень красненько-тепленьким таким. Опять же, за счет терракотового, ну, его просто нечем заменить. Если бы был холодненький коричневый, то у изображения был бы вообще другой вайб. Но, тем не менее, несмотря на то, что палитра скудная, это выглядит неплохо, так скажем. Если вам нравится подобная палитра, то почему бы и нет. Черный, кстати говоря, очень мягкий. Посмотрите на волосы, как бы, ну, я особо не старалась. И оливковый, зеленый тоже очень-очень мягкий, даже помягче, чем розовенькие оттенки. Это очень хорошо. То есть, да, палитра несовершенна, но она стоит 500 рублей. И за 500 рублей это очень-очень достойно. Я, если честно, очень удивлена. Я даже не знала, что у гаммы есть пастельные наборы, тем более портретные. А, оказывается, есть и очень даже неплохие. И это действительно бюджетно, потому что, если кто не знает, то сейчас профессиональный мелок стоит в районе 1000 рублей. Один. А тут у вас 12 за 500 рублей. Следующий набор это Кахенор. Он такой, конечно, самый гигантский, особенно в сравнении с малюткой Виста-артиста. Он такой, знаете, папочка. Ну, Кахенор так-то вообще для всех, мне кажется, папочка. Мы выросли на их карандашах. И все, кто учился в художке, мне кажется, в большинстве своем мы использовали именно этот бренд. Так сказать, доступная классика. Итак, палитра. Будет нечестным оценивать эту палитру как портретную, потому что, повторюсь, она не заявлена как портретная. То есть, это такая, знаете, сепия для графических работ. Вот, но скажу, что оттенки, в принципе, приятные. Да, они в основном как раз-таки коричнево-красные. Здесь нет ни фиолетовых, ни зеленых, ни синих. Благо, есть очень красивый желтенький охристый оттенок. И, в принципе, это все разнообразие. В основном это просто растяжка коричневых оттенков. Но мы с вами сейчас посмотрим, как из этого можно сделать портрет. Опять же, спасибо про белый и про черный. Это очень важные оттенки. Они должны быть. Что касается текстуры. Это очень мягкие мелки. Для этого ценового сегмента они обалдеть, какие мягкие. И вообще, в целом, приятные. В принципе, я подозревала такой исход, потому что Кахенор крайне редко делает что-то совсем плохое. То есть, у них, в принципе, все такого хорошего, достойного качества. Это не люкс, но это хороший бренд с достойной репутацией. Поэтому, в принципе, я ожидала, что они будут мягкими. Если честно, они уже лежа в коробке выглядят как довольно-таки мягкие. Ну, то есть, даже визуально это как-то заметно. И вот сейчас будет кое-что неожиданное и парадоксальное. Смотрите, у нас три набора. Два из них являются портретными. Один неопортретный. И вот угадайте, каким набором получился самый достойный и приятный портрет? Да, вы правы. Неопортретным в наборе от Кахенор нет красных, нет розовых, нет телесных. Только коричневые и желтые. Тогда, собственно, в чем магия? Как такое вообще могло произойти? Спросите вы меня, а я вам отвечу. Весь секрет в пигментации и в мягкости мелков. Все. Это, в принципе, все, что нужно. Пастельные мелки хороши тем, что они потрясающе смешиваются. Ну, как бы в теории, да, если они хорошего качества. Они очень хорошо наслаиваются в 300 слоев, при этом не травмируя никак бумагу. Они снимаются эти слои, опять же, не травмируя бумагу. То есть вы, работая с пастелью, можете очень-очень много раз делать какие-то наслоения, исправления и так далее, и так далее, и так далее. И если вам пастель именно текстурой своей это позволяет, то вы можете смешивать огромное количество оттенков, и из них будет получаться что-то приличное. То есть не столько важен цвет, сколько текстура и качество мелка. Вист артиста вообще не спасли оттенки светло-розового и светло-телесного цвета. Потому что они вообще не цепляются за бумагу. Вы ничего с ними не можете сделать. Вы не можете смешать их с другими мелками. Потому что там нет цвета, там нет пигмента. Хотя, казалось бы, да, открываете упаковку и видите, какие красивые оттенки. Наверное, сейчас у меня получится какой-то классный портрет. Нет, не получится. Вы просто не сможете как следует эти мелки наслоить, и уж тем более вы не сможете смешивать их друг с другом. С набором от Кахинор это получается именно потому, что мелки классно друг с другом соединяются и наслаиваются. Да, это в основном темно-коричневые оттенки. Но у вас есть белый мелок. С его помощью вы можете сделать несколько оттенков кожи. Этот спектр довольно большой. Если вы возьмете теплые коричневые мелки, как взяла я, и будете использовать их вместе с белым пигментом, то у вас получится светлая тепленькая кожа. Если бы я добавила больше красноватого, коричневого, терракотового, то у меня получилась бы светлая розовая кожа. Ну и, конечно же, тем более у меня не было бы никаких проблем с рисованием более темной кожи. То есть, по сути, основной минус этого набора в том, что здесь нет других оттенков для рефлексов. Опять же, нет зеленых, каких-то синих, фиолетовых, которые лично я люблю в таких наборах. Но, в принципе, можно обойтись и без них. Как видите, портрет Кахинором у меня получается. А это даже не портретный набор, повторюсь. Ну и, наверное, будет справедливым уточнить, что набор от Кахинор стоит подороже, чем два предыдущих. Но, во-первых, это небольшая разница. А, во-вторых, нужно смотреть на объем мелка. Да, мелки от Виста Артиста дешевле. Они стоят всего лишь 400 с копейками рублей. Но они и крошечные, в отличие от мелков Кахинор, которых вам хватит на более продолжительное количество времени. Ну и давайте оценим портреты. Я специально рисовала плюс-минус одно и то же. Вот так вот выглядит портрет, нарисованный мелками от Виста Артиста. Вот так выглядит портрет, нарисованный мелками от Гамма. Ну и третий портрет, нарисованный набором Кахинор. Мне кажется, он получился самым удачным. Пишите в комментариях, чем отличаются портреты. Какой из них лучше, какой из них хуже. И точно так же оценивайте сами наборы. Что вам в них понравилось, что вам не понравилось. И уж тем более, если вы ими когда-то пользовались, оставьте, пожалуйста, свой отзыв. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Добро пожаловать. А также не забывайте фолловить все мои соцсети, особенно мой паблик ВК и телеграм-канал. Все ссылки, как всегда, внизу в описании.